Еще 23 год, 16 января. Здесь очень редко встречаются случаи, где имеется агнезия мозолистого тела и синдром Арнольда Киарри, а также имеется здесь полимикрегрия, щи-энцефалия и другие выраженные пороки развития. Что я хотел сказать? Очень многие родители задают вопрос с агнезией мозолистого тела, может ли, значит, ребенок, человек ходит, разговаривает. Здесь случай такой, что клиническим планом это явление, это ВПР, выраженные порокации, по-разному проявляется. И иногда человек себя чувствует как 100% здоровый. В данном случае человек себя чувствует 100% здоровый. Пока его не беспокоило судорожное состояние, в 16 лет, он нормально, значит, жил и развивался. Сейчас учится в первом курсе, в учебном заведении, и почти никаких жалоб нету. Канага-шквардарис был? Ич-канага. Почти никаких жалоб нету. Но здесь, несмотря на это, здесь сейчас посмотрим подтверждение данного заключения, у человека, значит, имеется, значит, вот такие выраженные пороки развития. Это очень исключительно, значит, редко встречаются случаи, когда вот такое явление не дает никаких клинических проявлений. Подтверждение данного заключения можно здесь увидеть. Вот сейчас я показываю, вот где имеется, значит, полное отсутствие, полное отсутствие, то есть агнизия мозолистого тела, имеется, и вот действительно имеется, вот микрогрига и энцефалия. Ну, здесь на лобном отделе имеются еще некоторые атрофические участки имеются, и вот межжелудочковые щели тоже имеются чуть-чуть объемные изменения, ну, атрофического характера. Значит, давайте чуть-чуть узнаем, на клинике данного ребенка, знаешь, значит, мы без алтоколыбки делаем в Бельгии. Брин, утки, она бриллики, он чего-то, браматы, ельц, 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 ельц. Значит, приехали они насчет судебных состояний, но всего у них было два раза и год один раз. Дай вам, может, здорово, дай вам здорово.